Газета Washington Post сообщила, что количество тюрем в Восточном Туркестане продолжает увеличиваться. В прошлом месяце репортеры газеты посетили Кашгар и опубликовали серию новостей. Согласно отчету о визите в Кашгар, изданном 23 сентября, китайские власти продолжают увеличивать количество крупномасштабных лагерей и центров содержания под стражей. Один из таких центров был построен на участке площадью 60 акров, состоял из 13 этажей и был введен в эксплуатацию в январе этого года. Лагерь рассчитан на 10 тысяч человек. Визиты в Восточный Туркестан, отчеты Австралийского института стратегических исследований, давление и критика международного сообщества не смогли остановить жесткую политику Китая в регионе, отмечает издание. Сотрудники газеты обнаружили, что новые лагеря в Кашгаре управляются с помощью усовершенствованных систем наблюдения. Новые тюрьмы и центры содержания под стражей имеют большое количество сторожевых вышек и заборов из колючей проволоки. Бывшая узница концентрационного лагеря Кальбинур-Сыды, проживающая в Нидерландах, заявила, что политика братской семьи – это план Коммунистической партии по легализации массовых изнасилований и сексуальных домогательств. В интервью Биттер-Винтер Кальбинур-Сыды, бежавшая в Европу в декабре прошлого года, рассказала, как ведется наблюдение за ульгурами и поделилась фактами сексуального насилия со стороны китайцев, помещенных в их дома. По словам женщины, тех, кто отказывается терпеть аморальное поведение китайцев и выполнять их требования, ожидает арест и пытки, под которыми они вынуждены признать преступления, которых не совершали. Большинство ульгурских мужчин на юге Восточного Туркестана были отправлены в лагеря, а женщины и девушки остались дома. Что касается проекта братской семьи, то он действует с 2017 года. Согласно официальным источникам Китая, в период с 2018 по 2019 год ульгурские семьи было подселено свыше 1 миллиона китайцев. Пропаганда так называемой совместной жизни привела к серьезным злоупотреблением и проблемам во всех сферах жизни местного населения. Вчера власти США ввели экспортные ограничения на поставки продукции китайскому производителю чипов СМИК. На эту компанию ранее полагалось Huawei в качестве изготовителя процессоров Kirin. Из-за новых ограничений американские компании не смогут поставлять свою продукцию СМИК без специальных лицензий от властей США. Санкции сохранятся до тех пор, пока американское правительство завершит оценку деятельности СМИК и ее дочерних компаний. Ранее СМИ писали, что США хотят внести китайского производителя в черный список из-за подозрений в его связи с военными Китая. В черном списке США уже находится более 275 китайских компаний. Это мешает им закупать американское высокотехнологичное оборудование. В санкционный список в мае прошлого года внесли и Huawei. 27 сентября в китайском муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает информационное агентство Синхуа. В выработке резко вырос уровень окиси углерода, то есть ударного газа. Агентство отмечает, что уровень стал чрезмерным. В ловушке оказались 17 рабочих, 16 из которых погибли. Единственный выживший госпитализирован. По факту происшествия начато расследование. Турция решительно осуждает провокационные действия вооруженных сил Армении, обстрелявших мирные населенные пункты Азербайджана. Решительно осуждаем действия вооруженных сил Армении, сопряженные с жертвами среди мирного населения Азербайджана. Действия армянской стороны являются грубым нарушением норм международного права. Армения еще раз показала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе, заявил официальный представитель Министерства иностранного отдела Турции Хами Аксой. Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал Армению и Азербайджан к незамедлительному прекращению боевых действий. Он осудил использование силы и выразил сожаление в связи с гибелью людей и последствиями этих событий для гражданского населения. В заявлении также содержится информация о том, что Гутерреш проведет телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.